Киевскому режиму и их хозяевам за океаном мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера. Знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях. А сегодня под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь здесь только, по-другому и сказать невозможно. И за трагедию палестинцев, и за бойни на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире, в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее, и так далее, стоят правящие элиты США и их сателлиты. Нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир, и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы ещё раз, хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины.